Скажите, пожалуйста, кого вы считаете героем нашего времени? Нашего времени? Президенту нашего. А вы? Не считаю. Нет героев? Нет. Кого вы считаете героем нашего времени? Путина. Еще раз. Путина. А в чем его героизм? Героизм, потому что мы живем нормально, войны нету, слава богу. Кто, по вашему мнению, сейчас герой нашего времени? В каком смысле? Вы имеете в виду кого? Политиков или? Без разницы. Как я, работяга, наверное. Кого вы считаете героем нашего времени? Путина. В чем его героизм? Не знаю, потому что это Путин. Героем нашего времени? Ну, наверное, самый простой человек, который работает, трудится и помогает своим близким, друзьям. Это герой нашего времени, который стремится, чтобы было благополучие у него и у его родных. Кого вы считаете героем нашего времени? Героем? Ну, не знаю, честно говоря, Путина, скорее всего. А в чем его героизм? Героизм. Даже не знаю. Ну, во всем, что он делает в России, все, что он дает людям, которые живут в этой России, это и есть героизм. Кого вы считаете героем нашего времени? Нашего времени? Пушкин. Согласен. Современных. Кого угодно можете назвать? Да мне, я даже не, мне трудно сказать. Нет героев? Ну, не сказал бы, что нет героев. Герои-то у нас, в принципе, и... Как бы сказать... Слушайте, я даже вот так однозначно-то не скажу. Я бы не... Ну, просто я не сторонник превозносить именно... Мне кажется, героев нам дает и история именно больше. А современный... Вы в какой части именно герои? Человек-герой как спаситель или как знаменоносец в плане того, что... Ну, я перегнул, конечно, со спасителем. Сейчас. Давайте я подскажу. Герой нашего времени, он должен быть явным, не задумываясь. Прямо, чтобы прям имя сразу на губах было. Да, ну, можно сказать, только в голову приходят как раз-таки наши лидеры. Путин, Лавров, да. Собственно, как это, Шойгу. А в чем их героизм? А мне кажется, это вот именно такие люди, которые объединяют именно нацию на сегодняшний момент. Потому что, ну, как-то люди с последними событиями именно консолидируются. Скоинсолидировались так. И какой-то общий ключ такой чувствуется. Скажите, пожалуйста, кого вы считаете героем нашего времени? Владимира Владимировича Путина. В чем его героизм? Что он пытается управлять... Ну, и у него зачастую получается... Нашими, получается, государственными органами. Кого вы считаете героем нашего времени? Даже не знаю. Нет героев? Ну, ярко выраженных, наверное, нет. Ну, смотря в каждом человеке есть герой, потому что каждый по-своему является героем. У меня вот отец является героем, потому что это мужчина, который меня воспитал. Для меня он герой. В школе героем является это мультфильм, который дети смотрят. Супермен там, всякие комиксы. Для них это герой. Каждый выбирает сам себе героя. Кого вы считаете героем нашего времени? Я? Героем? Ну, не знаю. Наверное, каким-нибудь там защитником, может, отечественным. Имя можете назвать? Имя? Сейчас вот, которые, ну, и много имен. Я не знаю, затрудняюсь ответить. Так, значит, нашего времени, да? Это вот какое именно время? С двухтысячных или, ну, после 91-го, например? Давайте последние 16 лет. Ну, так вот трудно сказать, на самом деле. Нет героев? Нет, ну, в принципе, есть. Просто трудно выбрать. Давайте перечислим их тогда. Сейчас, сейчас подумаю. Ну, пока что у меня в голову только вот такие не особо герои приходят, типа Чубайса или Ельцина. Сейчас я вспомню каких-нибудь таких более-менее медийных людей. Может, следующий вопрос? Импортозамещение. У меня это абсолютно не сказывается. Без разницы. Вас устраивает то, чем замещают импорт? У нас, допустим, в Беларуси она уже 10 лет как идет. И все отлично. А здесь, конечно, надо все правильно. Как вы относитесь к импортозамещению? Импортозамещение? Ну, в принципе, я даже не знаю, что такое. Положительно. Вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, качество, конечно, хромает, но начинать когда-то надо, в принципе. Нормально. Мы практически не зависим от импортозамещения. У нас все свое. А вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, по крайней мере, мы гордимся своими, как и с вооруженными силами. У нас, как бы, есть чем обороняться. Так что, я думаю, все в порядке у нас. Я нормально отношусь к импортозамещению. Вас устраивает то, чем замещают импорт? Да. И как вы относитесь к импортозамещению? Знаете, я вообще пока об этом не задумывалась. Ну, вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, пока я не сталкивалась с тем, чтобы меня что-то не устраивало. Чтобы у меня были какие-то, может быть, претензии. Нет. Как вы относитесь к импортозамещению? Никак. А вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, да. В основном, да, так. Ой. Отрицательно. Ну, да, в общей стезе это положительно. Конечно, хочется, чтобы наших товаров было больше. Но одновременно хочется, чтобы все-таки качество у нас не страдало. По той причине, что, ну, опять-таки, это из общеинформационного такого поля идет. Что у нас очень много репортажей идет о том, что у нас много фальсификатов. Причем от наших же производителей, особенно в качестве, в части продуктов питания именно идет. Вот это, конечно, плохо. Союз потребителей России. Они делали контрольную закупку, ну, такую скрытую. 25 видов популярной колбасы. Ну, среди покупателей российских. И получалось так, что 75% этой колбасы фальсификат. То есть там вообще ничего общего с колбасой нет. То есть вот это вообще 75%. И как вы относитесь к импортозамещению? Ну, трудно сказать. Смотря что, есть какие-то и качественные товары, которые могут импортозамещаться. Есть какие-то более такие товары, без которых нельзя. Ну, например, какие-то препараты, может, медицинские. А вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, тоже трудно сказать. Импортозамещению. Нормально. Вас устраивает то, чем замещают импорт? Ну, не совсем, скажем так. Еще далеко до такого, до продуктов, которые можно как-то называть качественными. Как вы относитесь к импортозамещению? Ой, как? Знаете, это как-то не касается, если надо что-то покупать, то идешь и покупаешь спокойно. Нет нужды, как бы, не замечаешь, как бы. Деньги есть, ты пойдешь и купишь. К импортозамещению вы как относитесь? Положительно, но, наверное, надо было бы дать больше воли малому бизнесу. И после этого бы импортозамещение пошло бы намного быстрее. Это устраивает, чем замещают импорт? Не совсем. Конечно, нет. Падение курса рубля на вас как-то отразилось? Я бы не сказал, но... Чтобы поменьше было, конечно, лучше. А вы следите за курсом доллара? Сейчас уже нет. Ну да, в магазине стало посложнее покупать всякую продукцию, всякое такое, по сути. Цены поднялись. А вы как считаете? То же самое. Цены растут, отражаются по зарплате, как вы чувствуете. Вы знаете, у меня никогда не было никаких-то бешеных вкладов там в банках. Я не завищу от этого. Я... Слава богу, что работа есть, я доволен этим одним словом. Вот и все. Падение курса рубля на вас как-то отразилось? Нет, никак не отразилось. А вы следите за курсом доллара? Нет. Нет. Ну, как бы я за этим не слежу, потому что, как бы, сколько приходит мне денег, тем и пользуюсь. На мне нет. Нет. А вы следите за курсом доллара? Следила. Потом надоела и не стала. Типа падение курса рубля как-то на вас отразилось? Нет, на мне никак не отразилось. То есть, может быть, только если бы я планировала куда-то ехать за границу, но так, как учеба, и я только здесь, поэтому ничего со мной не отразилось. А за курсом доллара вы следите? Да, слежу. Ну, то есть, конечно, не я слежу, а следят мужчины в моей семье, поэтому это, я думаю, не женское дело пока. И у нас другие проблемы. Мужчины следят пристально. Падение курса рубля на вас как-то отражается? Ну, отражается, я думаю, на всех отражается каким-то образом. Ну, конечно, отразилось на ценах у нас. Ну, если честно, на мне нет. А вы следите за курсом доллара? Ну, получается, косвенно, потому что по той причине, что все-таки очень часто информация проскакивает, поэтому, получается, волей-неволей ты все равно становишься, узнаешь эту информацию о том, что сейчас творится с курсом. Падение курса рубля на вас как-то отражается? Ну, лично на мне, вот я как бы не работаю, но могу сказать, что на моих, наверное, родителях как-то отображается, потому что, ну, им совершенно это не нравится. Нет, так как я работаю в организации, это государство, как бы это школа, поэтому на меня это никак не повлияло. А вы за курсом доллара следите? Нет. Мы обнищали в три раза, как бы это ужасно.